добрый день дорогие друзья сегодня у нас на повестке дня новости компании forever попрошу вас дать мне обратную связь как меня слышно как слышимость дайте отлично да по шкале десятка с 10 будем считать нормально добрый день слышно добрый день всем и сегодня у нас очень трудный день сегодня у нас происходит вот переезд в новое здание которое находится на улице межигарская адрес точный по моему 16 дроп 1 если не ошибаюсь находится рядом с контрактовой площадью метро межигарская немножечко один квартал от валов в сторону сторону контрактовой площади так сегодня мы переезжаем мы еще не открыты для посещения но вот у нас уже есть такие рабочие фотографии не знаю все ли здесь удалось выложить но вот есть рабочий процесс который происходит сейчас вы уже видите первая наша внешняя реклама на которую получено разрешение мы сделали в стиле в новом стиле forever цветах алоэ вера компании видите видите сейчас вешает рекламу нас еще будет висеть на трех больших колонах я выключу секундочку чтобы нас никто не отвлекал и вот это уже фактически фотографии это вот как у нас привезли мебель сегодня со склада у нас будут вот такие вот стены будут интересные фото обои которые мы тоже ближайшие этап не начнем клеить вот так у нас стоит сейчас мебель которая сейчас она в этот момент расставляется по своим местам вот у нас такой рабочий процесс на сегодня и хотелось бы немножко рассказать о том что вот когда мы откроемся у нас ситуация к сожалению с коронавирусом не поменялась и вы наверно смотрите за новостями количество заболевших не стало меньше даже наоборот поэтому наверное нам с вами надо придумать правила правила посещение офиса для того чтобы все люди которые заходят на в офис чтобы они остались здоровыми чтобы не повышали себя риску риск определенный присутствует поэтому мы должны сейчас понимать что здоровье ваше это самое главное наша обязанность и что мы планируем то есть мы хотим ввести некоторые правила посещения офиса которая связана с безопасностью наших предпринимателей forever клиентов и сотрудников о чем я говорю то есть первое необходимо условия необходимо приходить в офис масках я думаю что конечно же первое время если куда-то без маски моему маску дадим но это будет это будет редкий тот случай и мы очень настоятельно просим я думаю что в какой-то момент тот охранник который будет находиться на дверях он должен быть потому что он должен наследить за безопасностью вашей и он должен пускать людей только в масках значит мы договорились маска это обязательно условия для того чтобы зайти в офис далее на сегодня существуют такие нормы то есть норма на сегодняшнем в украине в помещениях подобное нашему должно находиться не более одного человека на 10 квадратных метров связи с этим на склад у нас бы два сотрудника склад имеется магазин вот если вы будете приходить покупать продукцию то есть одновременно там уж находиться еще два человека не больше причем на расстоянии друга друга люди должны находиться полтора метра или больше для того чтобы как бы упростить задачи мы решили что вот у нас там такой будет стеклянный холл также в холле могут находиться два человека который ожидает свою очередь для того чтобы зайти в магазин то есть это будет живая очередь не мог находиться не на улице находиться в холле и это имеет отношение к магазине эти два человека находятся в вот таком предбаннике ожидают, они видят, когда кто-то отходит от пилавка, можно будет подойти, чтобы не терялось время на вот зайти, выйти из офиса. В новом офисе есть два дистрибьюторских зала. Один на первом этаже для постоянной работы и в условиях, когда коронавирус уже не будет как бы актуальным и мы не будем обращать на это внимание, если такое случится, хотя это будет точно не скоро. То есть мы поставили там ограниченное количество стульев и они расставлены в соответствии с карантинными ограничениями правил. И на сегодня получается так, что вот по тем нормам, которые есть, в зале одновременно мог находиться четыре человека, а на втором, то есть в зале можно подойти, посмотреть, это может быть шесть человек. То есть в общей сложности в офис одновременно вот войти и находиться с посетителем могут не более десяти человек. Ну вот такие вот правила. Мы пока планируем не делать какую-то предварительную запись, потому что ну мы не понимаем, как это будет. Мы посмотрим, не будет ли такого момента, что вот в одно время вот захотят прийти большое количество. Мы рассчитываем, что это будет растянуто во времени, рабочее время в течение дня. И у нас не будет проблем. Поэтому ну не договаривайтесь большими группами для того, чтобы заходить в офис. Лучше приходить по одному, по два человека, тогда вероятность того, что вот именно в этот момент будет наплыв предпринимателей Forever или клиентов будет менее вероятна. Если вы хотите встретиться с тем или иным сотрудником, то есть мы будем делать так, что у нас все отделы будут постоянно рабочими. То есть будет отдел маркетинга, который может встретиться с предпринимателями Forever. Будет отдел заказов, в который тоже можно будет подойти, что это выяснится. Но мы очень хотим, чтобы вы договорили заранее по телефону. Во-первых, это для удобства. То есть если вы заранее договариваетесь о времени, значит есть большая гарантия практически того, что вы не столкнетесь с кем-то в офисе, кто уже пришел в это время, вам не придется ждать. Это большой положительный момент. Ну и если есть наплыв посетителя, вы сможете выбрать другое время, которое вам больше подходит, потому что смысла ждать, ожидать на улице или в офисе, ну большого смысла нет. Поэтому важно договариваться по телефону, и мы все контактные телефоны дадим. То есть будет бухгалтерия работать в таком режиме, будет работать отдел маркетинга, будет работать отдел заказов. И я вас тоже жду, буду очень рад вас увидеть. Но очень большая просьба, наверное, просто упреждать и созваниваться либо со мной, либо с Настей для того, чтобы мы могли встретиться. Мы также рассматриваем то, что начал говорить, такой запасной вариант. Если вдруг по каким-то причинам мы поймем, что есть или время какое-то, вот с такого-то по такое-то время много людей, или вообще это становится трудностью, и люди как бы не могут зайти в офис, ожидают достаточно долгое время, то мы, наверное, будем планировать предварительную запись, подумаем, как это сделать в онлайн-режиме, дадим возможность это делать по телефону, кто не может в онлайне или по каким-то причинам неудобно. То есть для того, чтобы заранее договориться о встрече в офисе, выбрать время, которое есть, и в которое не приходит более 10 человек, например, 5 человек посещают сейчас офис, вы хотите прийти втроем, вы записали с 3 человека, и, соответственно, вы имеете возможность в это время прийти. Это будет заранее уже договорено, и тогда в этом случае мы будем приглашать в офис именно тех людей по записи. Ну вот мы посмотрим, как правильно нам организовать работу, но опять-таки напомню, что все это происходит не как бы по желанию forever, это происходит из-за того, что есть угроза, есть необходимые меры безопасности, которые мы с вами должны принять для того, чтобы все наши предприниматели оставались здоровыми, и сотрудники тоже. Если какие-то у вас есть вопросы, предложения, пожалуйста, обязательно свяжитесь с отделом маркетинга по почте, по вайберу или по телефону, и мы сделаем все возможное, чтобы наша работа была оптимальной, безопасной, эффективной. На это сейчас направлено. И мы поэтому не делаем вот какого-то одного, вот один день официального открытия, потому что в этот день, если придут наши клиенты, наши лидеры, наши предприниматели forever, и в этот момент мы не можем просто всех принять в офисе, будет совершенно глупая такая неправильная ситуация. Поэтому мы вот будем считать, что открытие офиса у нас происходит в сентябре, весь сентябрь, и поэтому все, кто придет в сентябре в наш офис, мы будем рады видеть и постараемся сделать, ну, ваше посещение приятным. Ну и сейчас мы, я хочу в следующую страницу открыть, сказать, что мы с 1 сентября, это начало года учебного, это может быть начало такой обновленной какой-то жизни деятельной, что касается молодежи, студентов, это точно, это новый учебный год. Ну и у нас тоже есть много хороших новостей. Во-первых, я повторюсь, я уже говорил, у нас стартует украинская программа. Эта программа в сентябре начинается, квалификация на активность, вы знаете, и хочу сразу как бы заранее сказать, что у нас есть два варианта того, как провести украинскую программу. По умолчанию, если всех устраивает, мы планируем повторить, так же, как делает глобальная компания, мы сказали, что раз не состоялся визит в Австралию, то, конечно же, хочется всем побывать там, но мы решили, раз нет поездки в Прагу, то мы сделаем все возможное, чтобы она состоялась. Опять-таки, не все от нас зависит, мы планируем эту поездку, но мы оставляем еще одну возможность, и мы будем по желанию наших предпринимателей Forever. Как это желание предпринимателя Forever может быть выражено? Я думаю, что мы устроим голосовальный чат в Вайбере, самый простой путь, и включим туда всех наших лидеров, которые когда-либо в любой год участвовали в украинской программе, и включим членов клуба 4 кредитной коробки. И мы выберем, если это будет не Прага, мы выберем украинское место, мы смотрели уже примерно, прикидывали формат, по деньгам это получается то же самое, мы сделаем такой активный, хороший отдых на территории Украины, и у нас будут два варианта. Поэтому вы, дорогие наши предприниматели Forever, будете принимать выбор, хотите вы ехать в Прагу, так как было запланировано, или мы хотим остаться. Что безопаснее, мне сложно сказать, я думаю, что уровень, скажем, угрозы в Праге, наверное, сейчас меньше, чем в Украине. С другой стороны, Прага это столица, и как бы ходить, посещать какие-то места, может быть, не очень безопасно. С другой стороны, есть альтернативный вариант сделать это в Украине, поэтому мы все просто остановимся на секундочку, подумаем и предложим самый лучший вариант для того, чтобы вы выбрали по вашему, наверное, желанию, и дальше мы будем посчитывать количество голосов. Итак, повторяюсь, первое это Прага, Чехия. Кто не был в Праге, надо обязательно побыть. Это мой любимый город, мне когда-то довелось там учиться заочно, я там, по-моему, вот в течение года приезжал там каждый месяц на неделю, у нас была там программа по администрации бизнеса, которая проводила Кока-Кола. И я этот город люблю с того момента, потому что, ну, это город моей, как бы, юности, это город, где очень вкусное пиво, оно все время разное. Кто любит пиво, это ваш город, ваша поездка. Кто любит сладости, это тоже сладости, мороженое, всякие кондитерские изделия, это тоже хорошо. Ну, а кто любит архитектуру, это место, где можно часами пропадать по узким улочкам, по мостам, самый старый мост, это Карломост в центре города, кто был в Праге, помнит. Конечно же, это будет запоминающаяся поездка. И это изначальный план, который у нас есть, то есть изначально мы вот думаем двигаться сюда. Второй вариант, какой формат? Это пяти-шестидневная поездка, мы смотрим по стоимости там курорта, куда мы можем позволить именно правильно, бюджетно вот сделать. И поездка будет совмещать в себе отдых, будет корпоративное мероприятие, в котором мы подумаем сделать какой-то тренинг, общение, какие-то обучения тем или иным программам. Я думаю, что обязательно мы сделаем и FLP 360 обучение. Оно будет всегда актуально, потому что новые партнеры, интересно и повторить старые, открыть какие-то новые странички. Ну и, конечно же, будет экскурсионная и развлекательная программа. И один из вариантов, вот, например, есть Срибный водограй, наш отдел маркетинга нашел вот это место, посмотрели, красиво, уютно, радостно, весело. На Западной Украине есть такое место, вы можете даже зайти, вот есть ссылочка, Срибный водограй набрать или s-vodograi.com.ua и посмотреть, что там есть. Например, два бассейна, минеральные источники, есть спа-процедуры, массаж, бильярд, водные и косметологические процедуры. Что рядом можно посмотреть? Монастырь Кирилла и Мефодия, Мукачево-Медовый дом, Мукачевский замок, озеро Синевир, форельное хозяйство, замок Шембара, термальные воды, водопад Шипа, долины Нарциссов. Может быть, не все мы включим в посещение, но большую часть, наверное, нам удастся посмотреть. Также мы сделаем обучающий тренинг и командное мероприятие. И вам надо хорошо все взвесить, принять решение и проголосовать, что вам больше по душе, ехать в Прагу и смотреть этот замечательный город или насладиться красивыми местами в нашей любимой Украине. Вот такие корпуса есть. Не знаю, видно вам или нет. Я думаю, что, конечно, лучше зайти и посмотреть. Еще раз напомню, что база называется Срибный водограй. Вы пишите себе, и вы сможете тогда уже более конкретно принять решение. Ну а сейчас про наши новые программы, которые у нас начинаются. Буквально с 1 сентября. И у нас начинается новая программа, которая называется «Спонсор месяц». Поэтому человек, который спонсирует большее количество предпринимателей, будет выигрывать. Итак, условия программы. Первые три места предпринимателей Forever – это те, кто заспонсировал наибольшее количество не просто новых дистрибьюторов, а именно ассистентов-супервайзеров в месяц. Но не менее четырех ассистентов-супервайзеров. Если у нас в этом месяце будет только один или меньше трех, то не все получат призы. То есть проходной балл является минимум четыре ассистента-супервайзера. Итак, кто больше сделает, получает приз. Ну вот мы придумали такие подарки. То есть мы разговаривали, мы как бы смотрели, что делается в Казахстане, что делается в других странах, соседних с нами, на постсоветском пространстве. И мы тоже хотели сделать денежные призы. Но потом подумали, я думаю, что будут какие-то изменения и в России, которые выдают денежный приз. Я общался с Питером. Питер сказал, Алексей, это не политика forever. То есть мы хотим дать какой-то ценный подарок, но мы не хотим давать какие-то деньги. Почему? Потому что деньги выплачиваются нашим предпринимателям forever по основному маркетингу плану. Поэтому, пожалуйста, призы, подарки, продукцию. Но мы решили, поскольку продукция – это постоянно, это то, что каждый может приобрести и сделать активность, мы сделали подарки вот чуть другие. То есть что мы думаем? Спортивная сумка с логотипом forever. Первое место. Второе место. Флешка с логотипом forever. И третье место. Стакан для салата с логотипом forever. Ну вот. Вот такие вот вещи. При одинаковом количестве новых ассистентов-супервайзера, важная ремарка, побеждает тот, кто набрал наибольшее количество кредитных коробок, размещенных этими ассистентами-супервайзера в текущем месяце. Вот такая программа у нас стартует. Буквально остается меньше недели, несколько дней. И мы вас информируем о том, что программа начинает работать. Вторая программа – это элитный клуб лидеры продаж. Мы хотим отметить как-то людей, которые уже состоялись в компании, и хотим еще сделать такой excitement по-английски, это как бы мотивацию дополнительную. Что эта программа подразумевает? То есть в этот клуб новый, элитный клуб, будут входить предприниматели, которые выполняют одновременно личный и неменеджерский объем 12 кредитных коробок. То есть туда входят и личный, и неменеджерский объем, и общий объем 25 кредитных коробок на протяжении 12 последних месяцев. Если вы делаете 12 месяцев, вот 12 личных и неменеджерских, и 25 общих, вы автоматически попадаете в клуб. Квалификационный период начинается в любой месяц выполнения личного и неменеджерского объема. Если вы в сентябре не успели это сделать, начнете делать с октября, соответственно, до следующего октября вы попадаете в этот клуб, и надо это делать на протяжении 12 месяцев. Предприниматели, впервые одновременно выполнившие 12 кредитных коробок личного и 25, и личного и неменеджерского и 25 общий объема на протяжении 6 последовательных месяцев награждаются набором эксклюзивных бизнес-материалов. Мы сделаем специальную подборку всех материалов и получаем признание на сайте и на Дне успеха компании Forel. Предприниматели, которые 12 месяцев выдерживают вот эту квалификацию, награждаются эксклюзивными часами ручными с логотипом Forever. Мы специально продумаем, какие это будут часы, какой будет логотип, посмотрим, что сделано где-то, и они получают также признание на сайте и на Дне успеха Forever. Ну, вот такая вот новая инициатива. И еще мы предлагаем новый клуб, который будет называться «Пять кредитных коробок». Ну, почему «Пять кредитных коробок»? Потому что шаг вперед. Это способствует, во-первых, увеличению оборота, во-вторых, это нечто, что человек делает шаг вперед по сравнению с обязательными четыре кредитные коробки, которые ему необходимы для того, чтобы он получал бонусы в компании Forever, получал вознаграждение. И мы анонсируем клуб для того, чтобы в первую очередь мотивировать предпринимателя Forever увеличивать свой оборот. Потому что он участвует в программе, потому что его партнеры начинают участвовать в программе. И мы предлагаем следующие призы. Кто три месяца участвует в клубе «Пять кредитных коробок», получает термокружку с логотипом Forever. Шесть месяцев – зон с логотипом Forever, девять месяцев – пауэрбэнк с логотипом Forever, и двенадцать месяцев – рюкзак, соответственно, с логотипом Forever. То есть человек, который получил термокружку, потом зон, потом пауэрбэнк и рюкзак, он просто экипирован важными, нужными материалами, которые ему помогают и получать удовольствие, и также рекламировать себя и свой бизнес, потому что возникают вопросы у людей, что такое у тебя все Forever, почему, ну вы лучше меня это знаете. И вот такие программы мы сейчас подготовили и планируем запускать. Все уже проопровлено, поэтому все это вступает в силу с первого сентября, и мы желаем всем получать подарки, наслаждаться и двигаться дальше к выполнению новых уровней и своей мечты. Я сейчас посмотрю вопросы, сейчас начну сначала, если есть какие-то вопросы. Проясните, пожалуйста, ситуацию по журналу. Ирина, еще раз подскажите, что именно. Я могу рассказать по журналу. У нас выходит по журналу, ежемесячно выходит журнал, но у нас выходит журнал и напечатанный. Опечатаем мы специальную версию журнала, которая называется Aloe Forever Ukraine. У нас называется это издание, в котором будут и квалификации, которые происходили, и будут новости компании, и это выходит четыре раза в год. Этот журнал готовит к Home Office специально для того, чтобы рассказать о наиболее важных продуктах или новых, или те, которые сезонные, те, которые поступают в продажу. То есть это глобальное издание. А наши новости, соответственно, которые мы изначально всегда готовили, печатали в журнале, мы издаем онлайн. Если об этом вопрос, то, наверное, вот такой вот ответ. Я не знаю точно, Ирина, что вы имели в виду, но пока вот если это ответ, значит это ответ. Где можно почитать программы? Программы мы только сейчас анонсируем, они будут опубликованы на нашем сайте. Меня сейчас слышит наш отдел маркетинга, и поэтому до 1 сентября все эти программы будут опубликованы на сайте. Пока что это есть 2019 год, то есть программа, украинская программа, о которой мы говорим, можно посмотреть за 2019 год, она будет точно такая же, она не меняется, но если это будет выбор наших предпринимателей forever выбрать другой формат, то она может слегка измениться. Почему? Потому что мы, может, сделаем разные уровни, но скорее всего даже она останется, мы просто дадим вот спектру услуг, постараемся ее не поменять в плане достижения квалификации, и просто дадим правильное там соответствие с суммами, с предоставляемыми там какими-то удобствами, будем давать дополнительные плюсы. Например, там, возможность заказывать там ужины или какие-то обеды, или пользоваться услугами там массажей, там каких-то спа-процедур за счет компании. Поэтому мы продумаем, главное, чтобы вы определились, что лучше и что вот вы думаете будет больше способствовать мотивации вас и ваших групп. То есть мы гадали, мы представляли, но лучше вас никто это не скажет. Поэтому мы не хотим сейчас там принимать решения за вас, мы хотим, чтобы вы со своей группой, со своими партнерами определились, что будет лучше, и мы именно это и сделаем. Сколько это еще раз будет стоить? Анжелика, я не очень понял вопрос, что именно будет стоить. Если программа, то она описана прошлогодняя, она есть. Что касается подарка, подарки будут бесплатны. Они не будут стоить ничего, они будут, компания будет их дарить. Мне не положили журнал в последние поставки. Светлана, такие вещи надо просто писать на отдел маркетинга или на доставку. То есть у нас есть просто информация, мы моментально решим этот вопрос. Если это случилось, то, конечно же, мы решим, и вы получите журнал в следующей поставке. Надо просто созвониться и лучше написать. И будет обратная связь, вам ответят, либо перезвонят обязательно. Если это не случится, тогда, Светлана, вы мне, пожалуйста, весточку дайте, вы можете написать либо в Фейсбуке, либо мне просто смс-нуть, и я буду фотографию проблемную, там что-то там не доложили, прочее, ну, пишите нам. Если не решится вопрос, я принимаю такие обращения. В накладных прописано получите журнал, по факту их нет. Ну, вот, нет, так не должно, в Узерина. Сейчас вот отдел маркетинга фиксирует этот запрос, надо понять, что происходит. Обычно так не происходит, но мы должны сейчас проанализировать, и, конечно же, мы исправим это положение. О, Анна Щербакова говорит, Алексей, пожалуйста, подскажите, какую нужно делать активность в Харькове, чтобы был офис. Знаете, у нас уже были офисы, и мне нравились наши офисы, потому что там активность, там есть новые партнеры, но я скажу, что вот сказать, что это определяет активность этого города, наверное, не так. На сегодняшний день компания чуть-чуть меняет формат бизнеса, и не потому, что она так решила, а потому, что это, ну, веление времени. Нам надо научиться общаться с разными людьми, которые географически могут находиться в разных точках, мы выходим на новый формат, мы хотим сделать дополнительную программу, которую мы сейчас начинаем, мы будем думать, что мы можем сделать хорошего, и рано или поздно мы начинаем учиться, как это можно делать онлайн. То есть никто не отрицает системного бизнеса, никто не отрицает вот возможность встречаться и вживую, и более того, это все входит в системный бизнес, поэтому если вы делаете первый шаг для того, чтобы с кем-то назначить встречу в Zoom или в Viber или еще где-то, вы говорите о бизнесе, вы рассказываете в бизнес-возможности, это воспринимается людьми уже нормально. То есть нормально настолько, что это снижает риски коронавируса и повеление времени. У нас есть удивительная программа, которая еще недостаточное количество людей в Украине не слышно, я прошу прощения, только что прервала связь, подтвердите, пожалуйста, что меня слышно. Я не знаю, что это произошло с интернетом. Все нормально? Связь есть со мной? Дорогие мои, дайте мне, пожалуйста, обратную связь, что меня слышно. Алло. Слышно, да? Поэтому я не могу вам сказать, будет ли офис в Харькове. У меня такой информации нет, скорее всего, в ближайшее время его не будет. И более того, компания будет выходить на вот такие национальные уровни мероприятия, когда не будет риском, будем встречаться, будем проводить качественные, хорошие дни успеха. Также у нас будут онлайн-мероприятия, и мы будем работать в новом формате. Поэтому здесь ответ, к сожалению, не положительный, который вы ожидали. А отправка в регион Одессы обращу внимание, запишу специально. Мы проверим своевременность и остальное. Но я хочу сказать, что я благодарен тем положительным откликом. У нас были определенные сложности, больше связанные даже не с нами, потому что мы знаем, когда мы вот в какие-то моменты загрузки, мы, может быть, не все заказы в этот день успеваем работать. Сейчас заказы огружаются два раза в день. Именно вот сегодня, даже не сегодня, а завтра у нас будет трудность, связанная с тем, потому что два человека со склада вынуждены будут участвовать в разгрузке продукции в офисе. И те материалы, которые уйдут со склада, просто физически их надо как-то сделать. Поэтому вот завтра там единственный день, когда, может быть, не все заказы, но мы сделаем все возможное, что все заказы были обработаны, но, может быть, часть заказов, она будет обработана в следующее утро, в пятницу. Но на сегодня заказы уходят вовремя, и скажу так, что 95 или 99% заказов, которые вот уходят через новую почту, они проходят быстро, удобно, как часы. Я слышал очень много положительных отзывов. Журнал в печатной версии у нас выходит один раз в квартал, то есть в июне, сентябре, декабре и марте. В эти месяцы журнал вкладывается в заказы. Да, в остальные месяцы журнал выкладывается онлайн на нашем сайте в разделе «Мидия». Да, то есть это те журналы, которые мы делаем регулярно, как у нас были. Они есть на сайте в разделе. Оксана, спасибо. Поездка, сколько будет стоить поездка, спасибо. Эта поездка, примерно тот же формат, та же стоимость, которую мы планировали в прошлом году, но посмотрите наши условия программы, которые будут опубликованы в ближайшие дни, и там будет все прописано. По поводу стоимости поездки, ну я не знаю, должны ли мы сейчас говорить о стоимости поездки, но где-то вы можете сами даже прикинуть, сколько она стоит. Я не готов сейчас по памяти сказать, но важно не сколько она стоит, а как ее заработать через программы, которые мы предлагаем. Добрый день, подскажите, пожалуйста, когда откроется новый офис, есть ли пробники, какой тот напечатанный материал, возможно, не так спросил. Смотрите, у нас есть в новостях, у нас в новостях есть сейчас опубликована та, по-моему, и на вебинаре об этом говорили, и сейчас есть новости тех продуктов, которые временно недоступны, и это связано с отсутствием этих продуктов на складе европейском Forever Direct. пробники те, что есть, то есть, они есть, я не помню по памяти, у нас ряда пробников, к сожалению, сейчас нет, и как только они появятся, они будут сразу же у нас в Украине. Напечатанный материал у нас много, у нас есть все напечатанные материалы, которые есть, они есть в прайс-листе, и вы можете их заказывать точно так же, как продукцию Forever, то есть, обратите внимание, что есть прайс-лист, есть перечень материалов, и вы можете посмотреть, что у нас есть. Праздник открытия офиса отменяется? Нет, Татьяна, он не отменяется. У нас будет открытие офиса целый месяц, и мы будем праздновать в таком растянутом режиме, но у нас будет один день, я думаю, что это будет 16 сентября, и мы приглашаем вас не в офис, а мы приглашаем вас к экрану компьютера, где мы поделимся, мы сделаем специальные ролики, специальные интервью, у нас будет виртуальный проход по офису, кто, например, находится в других городах и вот не смог или в планах не было приехать на сентябрь месяц, приедут позже, мы сможем увидеть в деталях, что наш офис дает, какие возможности, какие есть залы, то есть, что у нас есть нового, из того, что мы предлагаем, и это будет такой виртуальный тур, который будет проходить онлайн, поэтому по плану, если я не ошибаюсь, он планируется 16 сентября, и мы сделаем эту коммуникацию, то есть, ну вот, такой формат, но если мы праздник сделаем в офисе, я уже говорил, это будет большой риск для людей, и более того, это будет идти в нарушение инструкции, или там, законодательство, которое на сегодняшний день работает, связано с коронавирусом, но главная наша забота о безопасности наших людей. У меня журнал был в июне, я все думал, что он раз, он выходит действительно раз в квартал, напечатанная версия. Вот пока вся эта информация, если вы поездка в Минская программа, то в ней бесплатно участвуют те, кто выполняет определенные условия квалификации. В начале следующей недели мы введем в группу и на сайт условия квалификации уже точное направление, которое будет выбрано. То есть, то есть, то есть поездки это условия выполнения квалификации, наверное, такое будет. Правильный ответ. Спасибо за ответ. Да, быстро все приходит. Спасибо огромное. Когда будет прополис? Информацию, как только у нас появляется, мы дадим прополис. Посмотрите наши новости, которые были на сайте. Оксана, если у тебя есть под рукой информация по прополису, она у меня не открыта сейчас, напиши, пожалуйста, в чат. В сентябре будет Си-9 уже на складе. Мы надеемся, что в сентябре будет на складе Си-9. Но если это случится, мы надеемся, что случится, то это будет в середине сентября. Более того, у нас, как бы, возможно, еще какие-то новости будут до конца года. Хорошие новости в Европе и с какого-то момента, наверное, это будет в Украине. Поэтому, ну, еще рано вас интриговать. Можно уже, но эти новости сейчас есть, эти все программы. И это не последняя новость, которая, которая случится. Вот, такие новости будут у нас еще в этом году, до Нового года. Наверное, мы услышим еще разные положительные изменения, которые позволят еще больше зарабатывать и еще больше мотивацию иметь наших предпринимателей Forever, которые настроены на построение бизнеса. Причем, вот, с первого шага. Оксана, спасибо за комментарий. Вы можете его посмотреть. Итак, сейчас я благодарю всех. Я выключаю запись и хочу поблагодарить за участие. И перед тем, как я выключу эфир, я хочу сказать, что я подговорю для вас один интересный ролик, хорошо забытый, но актуальный сейчас. Это видеоролик, который написала, записала Джейн Лич, и который направлен на построение системного бизнеса. И вот именно все то, что она говорит и то, что она писала, оно вошло в основу книжки, которая у нас есть тоже в продаже в качестве рекламных, не рекламных материалов, она, наверное, руководствует действию. И я бы даже сказал, что это вместе со справочниками является самым главным базовой вот такой вот книгой, которую должен иметь каждый новый предприниматель Forever, который входит в бизнес. И она описывает детально вообще все шаги построения бизнеса. Поэтому от начала построения бизнеса до менеджера вот именно механизм как это сделать, как пройти описана именно в этой книге. Она называется «Первые шаги к менеджеру». Поэтому я благодарю вас за внимание и предлагаю вам посмотреть этот ролик. Хорошего просмотра и всего доброго. Благодарю. Джейм Лич Первые шаги к менеджеру Привет, привет! Очень приятно увидеть сразу так много новых супервайзеров. Я никогда не видел, чтобы сразу так многих супервайзеров признавали на одном дне успеха. Действительно наша компания растет так быстро. Только успевай. До того, как я начал заниматься бизнесом Форевер, я работала на ферме. Мы разводили овец и лошадей. Целыми днями я была на свежем воздухе, скакала на лошади. Жизнь была прекрасна. Но, как многие люди нашей профессии, фермеры, мы работали с утра до вечера. У нас постоянно не было времени для себя, для своей семьи. Я редко видела своих детей. А самое обидное, что у меня постоянно были долги. В конце концов, нам совершенно надоело быть постоянно в долгах. А тут и представился случай. Позвонил наш друг и предложил рассказать нам о компании Форевер. Мы сразу же согласились послушать, конечно же. Потому что нам хотелось что-то изменить в своей жизни. Как сейчас, помню, мы встретились с нашим знакомым возле футбольного стадиона. Кругом были сотни, тысячи, наверное, футбольных фанатов. А наш друг достал какой-то листок бумаги и нацарапал на нем цифры, пытаясь объяснить нам маркетинговый план компании Форевер. У меня дисплексия на цифры. Я ничего не поняла из этого плана. Но что-то в этом плане было правильным. Вот просто чувствовалось, что что-то в нем было правильно. Может быть в том, как наш товарищ рассказывал о нем. Может быть в чем-то другом. Но чувствовалось, что где-то здесь есть истина. И вот мы купили первую коробку. Для нас это был серьезный вызов. На самом деле любые покупки в то время для нас были серьезным вызовом. И вот с этой коробкой мы приехали домой, открыли ее, достали из нее желтую бутылку с гелем алоэ. Я достал огромный стакан, налил его до краев и сделала огромный глоток. И все. У меня заслезились глаза и я еле смогла проговорить. Джон, что мы наделали? Джон сказал, что случилось? Что случилось? Он взял из моих рук стакан и тоже сделал огромный глоток. Крис отнесся к этому более спокойно и просто сказал, кажется, этот сок прокис. Мы сразу же позвонили Крису и сказали, слышь, Крис, помнишь, ты говорил нам, что если что нам вернут сразу же деньги? Так вот, первый же продукт, который мы попробовали, оказался прокисшим. Крис сполошился и сказал, в смысле, как это так прокис? Как? Дело в том, что он на вкус какой-то странный, сказала я. И тут Крис сказал, Джейн, это вкус алоэ вера. Мы с Джоном посмотрели друг на друга и я сказала, и так, Джон, мы будем строить бизнес на основе продукта, который имеет вот такой вот вкус. В тот момент я наотрез отказалась еще раз попробовать сок алоэ вера, но сказала Джону, Джон, ты должен допить этот продукт. И Джон послушно каждый день выпивал стаканчик сока алоэ вера, который я ему наливала. И вот, всего лишь через пять недель, однажды ночью, я выспалась так, как не высыпалась никогда. Вы сейчас спросите, при чем здесь я? Ведь я же не пила сок алоэ вера. Дело в том, что Джон перестал храпеть. И вот с этого дня мы уже больше не оглядывались назад и не сомневались. И действительно, как оказалось потом, все продукты Форевер невероятные. Они изменили жизнь многим членам нашей семьи. Но это было потом. Зато теперь я понимаю, что чувствует каждый новичок, каждый человек, который только-только присоединился к Форевер. Сама концепция этого бизнеса, сама продукция незнакома и чужда этому человеку. Ее нужно понять, ее нужно принять. Кроме того, большинство из нас привыкли работать 40 часов в неделю, а в моем случае 100 часов в неделю, выполняя какие-то определенные предназначенные обязательства и получая за это какую-то зарплату. А в Форевер каждый решает сам, чего он или она стоит. Согласитесь, свежая мысль решать самому. А вы сами решаете, сколько вы будете работать, за какие деньги вы будете работать, чем вы готовы пожертвовать или не готовы пожертвовать вообще ничем, ради чего вы готовы вставать рано утром. В начале нашего бизнеса мы приняли решение стать успешными в этом бизнесе хотя бы ради наших четырех детей. Вот, пожалуй, это самый главный совет, который я могу вам дать. Мы занялись бизнесом Форевер не для того, чтобы попробовать, не для того, чтобы посмотреть, что получится. Мы занялись бизнесом Форевер для того, чтобы добиться успеха. Кто из присутствующих присоединился к Форевер ради того, чтобы добиться успеха? И это самая правильная постановка вопроса. Потому что очень многие очень часто пытаются попробовать, посмотреть, что получится. А если не получится, то что еще может получиться? Это неправильно. Пробуем дышать или не дышать. Мы пробуем ходить или не ходить. Это получается у нас естественно. Точно также должен получаться и Business Forever. Вы или дышите, или не дышите. Или ходите, или не ходите. Если вы примкнули к Forever ради того, чтобы достичь успеха, у вас будет успех. В противном случае его не будет. Итак, мы начали наш бизнес. Мы поверили в продукт. Мы начали в него влюбляться. Мы видели, какие результаты он приносил нам и членам нашей семьи. Но мы понятия не имели, как начинать строить бизнес. Мы слышали такие странные и незнакомые для нас слова, как проценты, маркетинг-план, цены, скидки. Все это выглядело как огромная гора неперевариваемой информации. И вы знаете, в те времена нам не откуда было получить информацию о том, как всем этим пользоваться. В то время не было рельс, проложенных для следующих предпринимателей. В то время каждый полагался только на себя. И лишь со временем компания, лидеры ее бизнеса составили какие-то рекомендации по поводу того, как лучше всего развивать этот бизнес. Целью этих рекомендаций было облегчить и в значительной мере ускорить развитие бизнеса для новых предпринимателей. И сегодня я очень рада, я горда представить вам новую современную брошюру, которая, я уверена, поможет вам развить ваш бизнес. Эта брошюра называется «Первые шаги к менеджеру». Эта брошюра – это первый главный шаг в развитии бизнеса. Это то, с чем вы можете сесть вместе со своим потенциальным предпринимателем или новым предпринимателем и сказать «Давай посмотрим вместе, куда ты пойдешь отсюда дальше, как ты будешь это делать и с какой скоростью». Я повторюсь, но в наше время ничего подобного не было. Именно поэтому то, что мы сейчас вам покажем, то, о чем мы сейчас рассказываем вам, это свежо, это ново, это волнующе. А главное, это дает вам проверенную временем систему действий. Мы позволяем вам встать на рельсы. И действительно, то, о чем мы расскажем, эта книга очень проста в выполнении. Прелесть этой книги заключается в том, что неважно, будете ли вы в бизнесе год, два, три или пять минут, вы одинаково сможете понять все в нем. Потому что, открыв эту книгу, вы увидите, что там все написано логично и последовательно. Шаг первый, второй, третий, четвертый, пятый. То, что советуется в этой книге, может сделать каждый, абсолютно каждый. Именно поэтому, мне кажется, что эта книга ускоряет бизнес каждого индивидуально и в принципе. Также очень важно, чтобы с самого первого дня, с самой первой минуты, мы установили для себя правильные и полезные привычки, выполняли правильные и полезные действия по отношению к новым людям в нашем бизнесе. Да, от этого бизнеса можно и нужно ожидать многого. Но, буду абсолютно честно со всеми вами, находящимися в этом зале, для того, чтобы достичь многого, нужно вложить очень много времени и усилий. Если вы занимаетесь бизнесом 10 часов в неделю, нужно вложить в него усилий на 20 часов. Если вы занимаетесь 15 часов в неделю, нужно вложить в них усилий на 30 часов. Большинство людей больше думают, вернее раздумывают, чем делают. Наш бизнес – это бизнес-действие. Именно поэтому в данной брошюре будет показано то, как нужно действовать с наибольшей эффективностью. А главное, почему важно, как можно быстрее достичь уровня менеджера. Уровня менеджера нужно достичь как можно быстрее. И, собственно, об этом и вся эта книга. О том, как достичь уровня менеджера как можно быстрее. И все действия, описанные в этой книге, абсолютно дуплицируемые, в смысле повторяемые. Дело даже не в том, что делаете вы, не в том, что делает ваша первая линия бизнеса. Важно, чтобы сообщение посланием, если можно так сказать, проникла в самую глубь вашего бизнеса. Третью, четвертую, пятую, десятую, пятнадцатую линию вашего бизнеса. Если главная мысль будет донесена не четко, если она будет, скажем, разбавлена, то в втором, третьем, пятом поколении люди уже не будут точно знать, что именно является хорошей практикой, что именно является правильной процедурой. И, собственно, бизнес уже будет только от этого страдать. Вот почему цель этой книги – дать правильный старт молодому начинающему предпринимателю, можно сказать, с первых секунд его нахождения в бизнесе. Нет, нет, это не книга о том, что вы должны делать, должны делать, должны делать. Это, скорее, набор советов, которые стоит выполнить для того, чтобы достичь успеха как можно быстрее. В данной книге описывается довольно много направлений действий, и вы можете выбрать свое направление, которое максимально соответствует вашим желаниям, вашим требованиям, вашим потребностям и вашему времени. Но есть какие-то общие объединяющие принципы в любом направлении. Это простота, это необходимость немедленно поделиться полученными знаниями с как можно большим количеством людей. В отведенное время я не могу вам дать полный стопроцентный тренинг, но я более-менее расскажу вам о том, как взаимосвязаны между собой страницы данной книги. Когда мы впервые садимся с новым предпринимателем, первое, что мы должны сделать, это выделить и понять, что именно важно для этого человека. И я просто не могу сказать вам, насколько важно понять именно этот момент. Потому что, если человек не будет знать, зачем он что-либо делает, то он никогда и не поймет и не узнает, как это нужно делать. И если мы будем говорить о том, как достичь результатов до того, как определим, собственно, желательные результаты, у нас не будет взаимосвязи между нашими действиями и нашей целью. Очень важно каждому человеку знать и понимать, зачем он делает что-либо. Таким образом, когда мы садимся с новым предпринимателем, мы пытаемся понять, почему он вообще присоединился к бизнесу Forever. И рассматриваем это с точки зрения трех позиций. Первое – это личные потребности. Это могут быть долгосрочные, это могут быть краткосрочные потребности. Это могут быть планы на ближайшие 2-3 месяца или на ближайшие 2-3 года. Важно, чтобы вот в этот первый день, в первую встречу мы определили, что действительно важно в жизни этого человека. Более того, все, что мы определяем, мы записываем. И очень важно, чтобы люди смогли раскрыться перед собой и перед вами. На самом деле, люди очень редко ставят перед собой цели. Да-да, это действительно известный и очень печальный факт, что большинство людей тратят больше времени, планируя свой отпуск, чем планируя свою жизнь. И если вы выйдете на улицу и остановите первых попавшихся 20 человек, и спросите у каждого из них, у вас есть план ближайших лет вашей жизни? Думаю, все 20 ответят вам, что такого плана у них нет. Так почему же мы оставляем свою судьбу в руках случая или кого-либо еще? Почему мы не хотим представить себя и сделать свою жизнь такой, какой мы хотим? Так вот, разговаривая с вашим новым предпринимателем, у которого, возможно, нет опыта в постановке целей и даже в высказывании своих желаний и мечтаний, вы должны помочь им раскрыть себя, понять самих себя. Итак, когда вы откроете первую страницу книги, вы увидите, что личная и семейная ценности, желания и потребности очень часто идут рука об руку. Но работая с разными людьми, работая с супружескими парами, нужно понимать, что все люди индивидуальны. И даже то, что мотивирует жену, может не мотивировать мужа. То, что мотивирует одного человека, может не мотивировать его партнера по бизнесу. А поэтому нужно быть совершенно честным с самим собой и друг с другом. Когда мы впервые занялись бизнесом Forever, мы были практически банкротами. У нас на двоих с мужем было, по-моему, 37 фунтов. А моим самым большим желанием, желанием, которое не давало мне просто спать по ночам, которое просто горело в моем сердце, это было дать моим детям качественное частное образование. Но, имея 37 фунтов в банке, это, пожалуй, была почти недостижимая мечта. А у Джона в это время была другая мечта. Нет, не то, чтобы он не любил детей, просто он мечтал о том, чтобы у него было больше времени. Времени, которое он не будет проводить, сидя в офисе, а будет проводить с нами, со своей семьей, в том числе и с детьми. То есть первый урок возьмите и выясните для себя, что вам важно в короткосрочной и в долгосрочной перспективе. Ваши личные цели и цели вашей семьи могут взаимонакладываться. Да, возможно, вы захотите заработать больше денег, возможно, вы захотите выплатить долги. А может, вы захотите купить новый автомобиль. А может, вы захотите увеличить свою собственную пенсию. А может, вы захотите переехать в новый дом. А может, вы просто захотите единоразово заработать немножко денег на Рождество или для того, чтобы съездить с детьми в какое-нибудь необычное путешествие. Это может быть что угодно. Важно, что это нужно выяснить и записать на бумаге. Только тогда можно действительно поверить, что это осуществимо и что к этому можно и нужно стремиться. Для меня это упражнение состоит в следующем. Когда мы садимся с человеком, мы стараемся выяснить все его цели. Но при этом самое важное понять, что человеку нужно сейчас, немедленно, в самом ближайшем будущем. На самом деле у каждого человека есть два типа потребностей, целей. Цели типа «мне нужно» и цели типа «я хочу». То есть цель может быть «мне нужно» заработать две тысячи долларов для того, чтобы выплатить долг, заплатить кредит, купить необходимые вещи. Или это может быть цель «я хочу» купить себе Феррари. В том-то и прелесть нашего бизнеса, что Форевер может дать вам Феррари. Но сейчас нужно подумать о том, как выплатить кредит. Вот почему прежде всего я стараюсь выяснить, что наиболее насущно необходимо для человека сейчас. А выяснив, мы начинаем развивать эту тему на последующих нескольких страницах книги. А эти самые несколько последующих страниц рассказывают о маркетинговом плане компании Форевер и, собственно, его простоте. Немножко мы говорим о четырех кредитных коробках, о том, почему нужно их выполнять и чем важно это выполнение. Более того, мы выясняем для начала, что такое кредитная коробка и стараемся визуализировать ее. Ведь правда, для большинства людей вообще непонятно, что такое кредитная коробка. Но если вы покажете на примере, на визуальном примере продукты, которые составляют кредитную коробку, людям становится проще это понять, людям проще в это поверить, потому что увидеть значит поверить. Вот почему первое, о чем нужно поговорить, это о четырех кредитных коробках. Вот честно, лично я чувствую дискомфорт, я не готова работать с людьми, которые не собираются делать хотя бы четыре кредитные коробки в своем бизнесе. Когда мы начинали бизнес с Джоном, тоже в какой-то момент нам казалось, зачем это, как это, это невозможно. Но потом мы остановились, посмотрели друг на друга и подумали, если это единственное, что требует от нас компания, то почему бы нам это не сделать? В этом году, в августе, уже было 20 лет, как мы работаем в компании Forever. И ни один месяц мы не пропустили выполнение четырех кредитных коробок. На самом деле в этом месяце мы сделали 12 кредитных коробок. В любом случае, основная идея должна быть такая, делайте сами и обучайте других. Четыре кредитных коробки. А далее следует объяснение того, как следуя шаг за шагом, за шагом, за шагом, можно пройти от простого предпринимателя до менеджера. И какие проценты, какие скидки предприниматель будет получать на каждом этапе этого плана. И одна из целей этой книги, это показать очень просто, очень доступно, очень понятно и визуально, что такое менеджерский бизнес в компании Forever. Ведь на самом деле, при всех программах, которые предлагает компания Eagle Manager, бонус президента, программа заработанных стимулов, в конце концов, в основе бизнеса этой компании лежит развитие менеджера. Менеджеры – это основа, стержни этой компании. Вот почему следующие две страницы книги посвящены тому, как достичь статуса менеджера шаг за шагом, какие действия нужно выполнять. После этого мы объединяем, взаимосвязываем ранее выявленные личные цели предпринимателя с процессом и, собственно, становлением его менеджером. И сейчас на экране, в нижней его части, вы можете увидеть вопрос вопросов. Почему менеджер? А вокруг него написаны слова, которые обозначают понятия, вернее цели, ради которых, собственно, и готовы работать большинство людей в мире. То есть, все, что я делаю, это соединяю цель, поставленную самому себе человеком, с возможностями, которые позволяет статус менеджера, в том числе и финансовыми. Поскольку, достигнув статуса менеджера, имея под собой надежную стабильную структуру, можно развивать ее все шире и шире, для того, чтобы построить действительно прибыльный, действительно стабильный и действительно надежный бизнес. Более того, здесь же, на этой самой первой встрече, мы начинаем говорить и о том, почему нужно стать старшим менеджером, и почему и как найти пять ключевых людей для того, чтобы стать им. Ключевой человек, это не просто предприниматель, который зарегистрировался, это предприниматель, который зарегистрировался с намерением стать менеджером. А важно найти этих пять людей потому, что если вы найдете их, то в течение от четырех до шести месяцев у вас, под вами будут собственные менеджеры. И вы сможете участвовать в таких удивительных программах, как глобальное ралли, бонус президента. Более того, вы сможете стать игл-менеджером. Вот почему нужно говорить о всех этих большущих возможностях, широчайших, с первой минуты после того, как вы сели вместе с новым предпринимателем. Разве что этот ваш предприниматель не склонен идти дальше, чем просто продавать в розницу какое-то количество продуктов. Но на моем опыте, да на опыте каждого, понятно, что большинство людей присоединяются к компании Forever для того, чтобы заработать денег, для того, чтобы ездить на красивой машине, для того, чтобы путешествовать по всему миру, для того, чтобы получать серьезные чеки. И желание каждого заработать деньги, построить бизнес, поддерживается отличным ассортиментом продуктов. Продукты действительно отличные. Но я вам скажу честно, даже я в свое время присоединилась к компании Forever не для того, чтобы продавать продукты из алоэ. Я присоединилась для того, чтобы заработать деньги, для того, чтобы обеспечить себя и свою семью, для того, чтобы иметь возможность помогать другим людям и в том числе изменять их жизнь. Если коротко, я не продаю алоэ, я строю бизнес. Следующим шагом в изучении этой книги является идентификация действий. Что же делать? И здесь перечислены все самые разнообразные действия, которые может принять человек с целью развития своего бизнеса. Поскольку, если вы уже решили стать менеджером, то следующим шагом после принятия такого решения является действие. И первым таким действием, наверное, самым срочным, которое должно произойти в течение двух, трех, четырех дней, это собрать людей где-нибудь на кухне или в комнате и представить им продукты компании. Я это называю бизнес-лаунчем, бизнес-запуском. Скажу больше, существует очень большое количество способов предложить продукт конечному потребителю. Поэтому ни я, ни кто другой не может сказать, нужно делать только вот так. В том-то и дело, что каждый выбирает методы и продукты, которые он будет предлагать самостоятельно. Но польза от подобных запусков продукции не только в том, что люди узнают о продуктах. Дело в том, что в наших кухонных запусках бизнеса мы иной раз можем продать очень большое количество продукции. А самое приятное бывает тогда, когда мы, кроме всего этого, еще и подписываем определенное число людей после каждого такого запуска. В этой связи мне хотелось бы спросить, а кто из присутствующих в нашем зале присоединился к компании Forever в результате вот такого вот домашнего запуска бизнеса? Вижу многие, и это действительно здорово, согласитесь? На самом деле, многие из наших известных лидеров присоединились к компании в свое время, тоже в результате таких вот домашних запусков. Все, что я хочу сказать, это никогда не пропускайте возможность организовать встречу продуктов с их потребителями. Очень важно выяснить для себя, в какой области продукции вы будете действовать прежде всего. Это может быть продукция для сбрасывания веса, продукция для фитнеса, продукция для красоты. Вам решать. Но нужно определить эту территорию. А выяснив, нужно назначить даты проведения запусков бизнеса на как можно близкое время. Это все занимает буквально несколько минут. А затем нужно представить себе и подумать, как организовать эти домашние запуски продуктов, или там вечеринки для желающих сбросить вес, или вечеринок фитнеса, какими именно маркетинговыми средствами воспользоваться для того, чтобы как можно полнее представить продукцию. Таким образом, мы выполняем первую задачу нашего бизнеса, это представляем продукт его потребителям. Второй же задачей является поиск людей, которые будут расширять наш бизнес. На самом деле, все, что мы делаем, это абсолютно цикличные действия. То есть, мы разговариваем с человеком, выясняем его цели, выясняем, в какой области ему наиболее интересно работать, насколько он склонен развивать свой бизнес. Кроме того, мы обязательно разговариваем о том, как делать новые контакты, как общаться с людьми после установления контакта. А главное, мы начинаем говорить о том, как планировать работу с людьми и контактами. После того, как предприниматель понял какие-то общие положения и процедуры, нужно как можно быстрее, очень-очень быстро выявить тех первых людей, с которыми новый предприниматель намерен связаться. И из нашего с Джоном опыта, чем быстрее эти первые контакты, первые звонки будут сделаны, тем быстрее начнет развиваться бизнес у нового предпринимателя. И ведь правда, если на самой первой встрече не обсудить с вашим предпринимателем, с кем они намерены связаться и рассказать о продукции, возможно, даже сделать первый или второй звонок вместе, то предприниматель будет откладывать и откладывать и откладывать эти первые звонки до тех пор, пока у него полностью исчезнет энтузиазм. Пройдет 2-3 недели, они так и не поговорят ни с кем, из-за того, что они просто, может быть, боятся сделать этот самый первый звонок. Вот почему из моего опыта, если в самый первый день, в самую первую встречу вы сядете со своим предпринимателем и спросите, ну, с кем бы ты хотел работать вместе? Кого ты считаешь отличными друзьями, надежными партнерами, просто хорошими людьми? Кому из твоих знакомых нужны деньги? Кто хотел бы подзаработать? Кто из них умеет интересно рассказывать и общаться? Кто из них наиболее раскрыт для возможностей? И после того, как ваш предприниматель назовет вам 3-4-5 имен, вы можете записать их в кружочки, которые окружают вас, для того, чтобы они просто визуально увидели первую часть будущей схемы. И после того, как люди записаны, я обычно говорю, смотри, вот люди, которым ты склонен доверять. Чем быстрее мы их подпишем, тем быстрее лично ты станешь менеджером. И вот на этом этапе я им рассказываю о 5-месячном плане становления менеджером и 6-месячном плане. Идентифицировав людей и решив, кому именно мы собираемся сейчас позвонить, прежде всего мы составляем профиль этого человека. Потому что если я намерен позвонить человеку или написать ему электронное сообщение или познакомиться с ним на Фейсбуке или в другой социальной сети, я хочу, чтобы мое сообщение было не просто «Привет», а чтобы имело какой-то вес для потенциального предпринимателя. Вот почему необходимо составить профиль для того, чтобы узнать хотя бы какую-то минимальную информацию о данном человеке и понять наилучший способ подойти к нему с предложением о сотрудничестве. То есть мы задаемся вопросами, они бы захотели встретиться один на один за кофе или встретиться в группе, или встретиться по скайпу, или, может быть, они хотели бы сначала увидеть продукты. Очень важно понять наилучший способ общения, но поняв, нужно действовать быстро. Вспомните, ведь вы присоединились к этому бизнесу с целью быть успешным, а это значит, что успешным нужно стать сейчас, а это значит, что действовать нужно сейчас, а не откладывать это на завтра, на послезавтра, и еще, и еще, и еще. Ну и домашнее задание, которое я задаю новому предпринимателю, это составить список. Лично я вообще не представляю, как можно развивать бизнес, если не иметь списка контактов. Список должен содержать имена и минимальную информацию об этих людях, хотя бы их номера телефонов, хотя бы адреса их страниц на Фейсбуке. Ведь для успешного развития нашего бизнеса нужно ежедневно разговаривать с хотя бы с тремя, а лучше с пятью человеками. Обычно что происходит? Люди разговаривают с тремя, с пятью человеками, и после этого уходят из бизнеса, потому что они получили отрицательный ответ. В связи с этим вопрос, кто хочет заработать денег? Кто хочет, чтобы его жизнь изменилась? В Forever есть два способа добиться успеха, работать с продуктами и работать с людьми. Ведь на самом деле большинство людей в мире, они перебиваются, они не живут. Они перебиваются от зарплаты до зарплаты, от чека до чека. Forever предлагает прекрасные возможности вам. А если вы постесняетесь, побоитесь или поленитесь связаться с каким-то человеком, это значит, что вы не дадите ему возможности попробовать. Ведь никто не говорит, что вы позвоните трем человекам, они все скажут «да», и завтра позвоните трем человекам, и они тоже скажут «да», и послезавтра позвоните, и они тоже скажут «да». Здесь важен последовательный, структурный подход к работе. Поверьте мне, вы гораздо чаще будете слушать отрицательный ответ, чем положительный. Я была удивлена, когда моя лучшая подруга отказалась заняться бизнесом. Мой брат до сих пор считает, что все это чепуха. Когда мы начинали, мой брат сказал «нет, это не мое, и продукты я тоже не хочу пробовать». После того, как мы начали зарабатывать деньги, брат сказал «что-то не видно, чтобы вы зарабатывали деньги». Я ответил ему, что нам надо сначала выплатить долги. Когда мы начали зарабатывать большие деньги, он сказал «ну это ненадолго». Ну а сейчас мы просто договорились больше не обсуждать это, и это очень печально. Но с другой стороны, если кто-то не готов к этому бизнесу, значит он не готов. Но я буду ждать, потому что однажды я все-таки подпишу его. Я очень терпеливая. А знаете, почему это произойдет? Потому что я до сих пор уверен, что он сможет достичь успеха. Возможно, просто не пришло его время. Но именно поэтому, если вы видите такого человека, и он сказал вам «нет», как минимум попрощайтесь с ними со словами. Но можно я буду иногда вам перезванивать и рассказывать, что новенького в этом бизнесе. Потому что однажды я все-таки хотела бы с вами сотрудничать, когда-нибудь в будущем. Потому что видно, что вы человек, который подходите для этого бизнеса, и сможете принести очень много пользы и бизнесу, и себе. Вот от этого никто не отказывается. Поэтому даже отрицательные ответы нужно использовать положительно. Не прерывайте связь. Возвращайтесь к этим людям снова и связывайтесь с ними. Но возвращаясь к нашему листу контактов, к списку контактов, тем он и важен, что можно отмечать, кто сказал «да», кто сказал «нет», кто отказался наотрез, с кем можно будет продолжить общение. И все время мы будем заняты, заняты и заняты. А еще в этой книге есть интересные советы, есть интересные подсказки, есть сценарии общения по телефону. Данная книга очень современная. Там даже есть смс-ки, которые можно отправлять. Есть идеи для того, как работать на фейсбуке. А далее следует табличка отслеживания деятельности. Ведь правда, нужно запомнить, на каком этапе у меня находится общение с тем или иным человеком. С кем-то совершила первый контакт, кто-то заинтересовался во встрече, кто-то попросил подождать и перезвонить. Кому-то я уже должна показать продукцию, кому-то более подробно рассказать о бизнесе. Это все нужно запомнить или занести в такую табличку. Не ведите бизнес на шпаргалках. Потому что мы работали так в ранние времена. Мы теряли постоянно эти бумажки, теряли листочки, мы теряли контакты и в итоге теряли бизнес. Поэтому табличка мониторинга деятельности это очень важная вещь для того, чтобы быть проактивным. Для того, чтобы всегда вовремя совершать нужные действия. А лично вы, посмотрев на таблички ваших людей, сможете понять, насколько активно они развивают свой бизнес, насколько они полно выполняют все нужные действия и где, в каких областях они могут улучшить свою работу. Ну и опыт подсказывает, что для того, чтобы построить успешный бизнес, в этой табличке постоянно должны находиться порядка 20 потенциальных предпринимателей на различных стадиях разработки. А затем следует так называемый семидневный план. На самом деле трудно и невозможно составить план работы на месяцы и годы вперед. Поэтому мы учим людей планировать ближайшие действия. Максимум, насколько должны планировать люди на начальном этапе, это на 30-90 дней. После того, как они сумеют составлять и воплощать такие планы, они смогут представить себе и руководить более обширной картиной. Но опыт опять-таки показывает, что людям проще всего работать с семидневными отрезками времени. То есть мы составляем план на неделю, обсуждаем, что должно быть сделано, а в начале следующей недели обсуждаем результаты этих действий. Ну а дальше все, что нужно, это отслеживать работу людей вашей группы на их страницах в Фейсбуке, в других социальных сетях, просматривать их видеорепортажи о запусках продуктов и так далее, и так далее, и так далее. Следить за их работой. Всю эту работу можно спланировать на одном, максимум двух встречах планирования. И на самом деле, как только я вижу, что человек понял, как ему достичь статуса менеджера, когда он начал работать с людьми сам, когда он начал просить меня помочь ему работать с людьми, когда он начинает предпринимать действия, я чувствую себя счастливой. Потому что это означает, что уже очень скоро, буквально через несколько недель, мы сможем структурировать все его действия, еще лучше их планировать, и позаботиться о том, чтобы он стал менеджером именно в те строки, которые мы с ним запланировали на самой первой встрече. Ну вот, я вкратце пробежалась по этой книге. Советую вам, придя домой, взять, раскрыть вашу копию этой книги, обдумать каждую ее страницу и собраться вместе с членами своей команды. Вместе посмотреть эту книгу, обсудить каждую ее страницу, наметить планы действия, а затем действовать, действовать и действовать. Книга очень проста, очень легка в использовании, а главное, она позволяет людям увидеть большую картину бизнеса гораздо раньше. Пользуясь этой книгой сами, мы также изучаем пользу от этой книги в различных регионах. И то, что мы заметили, первое, это что люди могут впитывать информацию о бизнесе и о продукции гораздо быстрее, пользуясь данной книгой. Ну и в заключение я бы хотела сказать, если вы действительно что-нибудь хотите сделать, вы найдете способ, а если не захотите, вы найдете объяснение. Ну и помните мой вопрос, вы присоединились к Forever для того, чтобы добиться успеха, или попробовать, как оно действует? Если вы хотите достичь успеха, мы уже разработали для вас, уложили для вас рельсы, по которым к нему можно прийти. А поэтому возьмите эту книгу, откройте ее, изучите и действуйте. Станьте менеджером сами и развейте как можно больше менеджеров в ближайшие 2-3 года. Почему сейчас? Потому что эта компания растет с неимоверной быстротой. А значит именно сейчас время вложить в нее свое время и усилие. Хватайтесь за эту возможность и не ждите следующего.